На минувшей неделе Оренбургская область отметила особую дату. 63 года назад на Тотском полигоне провели испытания ядерного взрыва под кодом названием «Снежок». И наши оренбургцы были участниками тех далеких военных испытаний. Сегодня осталось всего 82 жителя области, которые приняли самое прямое участие в ядерном прогрессии областного полигона. Для участия в этих учениях привлекались различные рода войск, более 45 тысяч человек, большое количество вооружения, техники специальной, ну и других вспомогательных войск и частей. Я служил в то время в Белорусском военном округе в городе Бресте, в знаменитой 12-й гвардейской мозорской механизированной дивизии. Эта дивизия была полного состава, вооруженная современной техникой, поэтому ее привлекли для участия в боевых действиях в условиях применения ядерного оружия. Напомним, 14 сентября 1954 года на Тотском полигоне под Оренбургом была взорвана атомная бомба почти в два раза мощнее тех, что сбросили на Хиросиму и Нагасаки. Взрыв прогремел над тысячами солдат, принимавших участие в учениях по прорыву фронта условного противника. Их число до сих пор неизвестно. Некоторые источники говорят о 45 тысячах, некоторые о 60 тысячах военных. Жертвы среди гражданских никто не считал. В результате испытаний пострадали жители почти 500 населенных пунктов разных районов Оренбургской области, где о готовящемся взрыве многие даже не знали. Надо сказать, что впечатления от взрыва атомной бомбы, конечно, ужасающие. И мы всегда сделали вывод навсегда, что ядерное оружие в боевых условиях принимать нет смысла, потому что не будет победителей. Надо сказать, значение Тотских учений велико. Если до этого американцы, США, военно-политические элиты, в частности этой страны, не шла никакие переговоры с нами о запрещении ядерного оружия, о заключении каких-то мирных соглашений, то в 1955 году, после Тотских учений, они были вынуждены пойти на заключение договора о неприменении ядерного оружия. Пока что этот договор, он остается в силе, но поскольку ядерное оружие находится в арсеналах, и поскольку планы нападения на Советский Союз, а теперь на Россию, еще хранятся в Пентагоне, в генеральном штабе американском, значит, вот мы проводим такие мероприятия ежегодно с целью поднять этот вопрос, потому что одной из задач нашей организации является участие в мероприятиях по недопущению ядерной войны. В сквере на улице Новой торжественно возложили цветы к обелиску жертвам радиационных аварий. Работники городской администрации выразили слова признательности и уважения ветеранам подразделений особого риска. Я думаю, мы им обязаны тем, что сегодня нас окружает вот этот мир, потому что только благодаря им, благодаря их мужеству, страна смогла разработать это ядерное оружие. Вот, хочется пожелать, ну, хочется пожелать самое главное им здоровья, любящих сердец вокруг, мира и благополучия и добра. Уважаемые ветераны, будьте здоровы, живите долго и помните, что сегодня ваши заслуги, ваше участие в том первом испытательном мероприятии, которое проводилось в СССР, это сегодня, это был сделан большой шаг. И еще мне хочется сказать о том, что эти ветераны очень часто бывают в учебных заведениях, где рассказывают ребятам о том, что они видели, как это было. И тот символичный гриб, о котором рассказывают ветераны, конечно, это целая история. И нашим детям, нашим потомкам об этом обязательно надо знать.